Приветствую вас в бонусном уроке видеокурса Анимация с нуля в Adobe H-Animate. В этом уроке мы научимся делать потрясающие 3D-видеокубы. Ролики идут с YouTube. Посмотрите, какую красоту мы с вами будем делать. Все ролики проигрываются, управляются. Любую сторону куба можно сделать на всю ширину. То есть открывается, все панелька, все работает. Вот такую вот потрясающую вещь мы сейчас с вами будем рассматривать. Переходим в программу Adobe H-Animate. Создаем новый проект 800. Тут можно поставить процент по ширине. Сразу давайте добавим скрипт. Из папки урока вытягиваем дополнительные материалы. Так, задний фон облака переносим в самый низ. Мы с ним работать не будем, сразу блокируем его, чтобы он нам не мешал. Кнопочки у нас изначально большего размера. Всех выделяем. И давайте вот так вот убавим. Оставим их пока здесь. Создаем здесь вверху rectangle. Я сделал 550 на 358. Здесь не критично. И делаем мы его прозрачным. Выделяем все наши кнопочки. И переносим на наш rectangle. Чтобы получилась вот такая вложенность. Сворачиваем, выделяем. И в нем создаем еще один rectangle. Переносим его внутрь. Раскрываем. Ставим ниже наших кнопочек. Переименуем его. Вот такое вот слово. Субкуб. Так. Сейчас мы создадим стенки нашего куба. То есть это там, где вот этот у нас ролик. Там, где у нас расположены вот эти ролики. Вы видите, что они одного размера. Я буду создавать такого же размера. А по сути, его можно сделать, этот куб, его стенки любого размера. В моем же случае, каждая стенка 433 на 271. Поэтому берем rectangle. И выставляем 433 на 271. Выравниваем его так, чтобы он находился внутри нашего вот этого большего rectangle. Теперь на наш созданный rectangle переносим в субкуб. У нас будет иметься дно, потолок и 4 стенки. Всего 6. Один мы создали. Теперь делаем дубликат. Еще 5 штук. И так, готово. Верхний самый переименуем как топ. А нижний дно. Сейчас вы поймете, почему. Это не обязательно делать. Это просто для меня. Здесь можно вообще не переименовывать. Но здесь важно расположение. Вот этот самый первый rectangle, который начинается вот от верха, он действительно располагается как крышка. А вот этот rectangle дно, он действительно располагается как дно. Их менять, вот двигать место положения не нужно, иначе они могут занять место стенки. Давайте выделим дно и зададим цвет, чтобы убедиться, что действительно он является дном. Но перед этим давайте разместим код в необходимых местах. Без этого не будет ничего работать. Идем в папку с уроком. Находим там папку код. И первый код пока, который нам нужен, это вот этот нижний файл, код. Открываем. Копируем вот эту строчку верхнюю. Выделяем внимательно наш самый верхний rectangle. Идем сюда. Кликаем. И вставляем то, что мы скопировали. И Enter. Следующий, копируем вторую вот эту строчку, куб 3D. Выделяем на наш субкуб, вот этот вот rectangle. Идем сюда. И вставляем куб 3D. Топ. Это у нас потолок. Давайте его сделаем серым. И давайте Contour Enter. Посмотрим, что у нас на данном этапе. И вот, смотрите, наш куб начал потихонечку выстраиваться. Как я и говорил. Дно я покрасил красным, чтобы показать вам, что это действительно дно. И, соответственно, серый наш потолок. Пока у нас ничего не работает. В оригинальном примере вы можете видеть внизу такую тень, да. То есть, это нашему rectangle, у которого дно, у него задана некая тень. Давайте повесим тоже туда тень. Цвет его там, в принципе, не важен. Вот этот бордовый, его видно все равно не будет. Но давайте сделаем ему тень. Так, выделяем дно. Идем вот в этот пункт Shadow. Напротив него ставим переключатель. И вот там, где Blur, ставим 53. А у нижнего параметра 11. И сейчас вы видите, у нас прибрал блок тень. Итак, давайте обновим страницу. И видно, да? Наш дно приобрел тень. Что мы делаем дальше? Вот смотрите, у нашего куба 3D есть 4 стенки. Вот они. По сути, каждая стенка будет являться контейнером для видеоролика с YouTube. Не обязательно делать куб именно видеороликов. На каждую стенку можно повесить либо фотографию, либо видеоролик. Либо только фотографии, либо только видеоролики. Сейчас я продемонстрирую, как на все 4 стороны я вешаю ролик с YouTube. А потом покажу, как делать фотографию на какой-то стенке, да? Переходим в папку с кодом. Открываем код YouTube. Копируем все, что здесь есть. Выделяем наш стейдж. Напротив кликаем. И выбираем Composition Ready. Вставляем код. И нам нужно будет его немного настроить. Пока закроем. Например, мы хотим, чтобы для первого видеоролика был вот этот верхний ректангл. После дно. Нам нужно его название. Копируем название. Идем в Stage. И вот вторая строчка. Вот здесь между кавычек. Мы вставляем название нашего ректангла. У вас может быть какое-то свое название. Следующие параметры, которые мы будем редактировать, это ширина и высота видеоролика. Она должна быть точно такой же, как ваш ректангл. То есть, ваша стенка куба. И, соответственно, вы должны взять ссылку с YouTube и разместить ее здесь. Сейчас мы это все с вами проделаем. Пока закроем. Выделяем наш этот ректангл. И смотрим, вот здесь какая у него ширина, если вы забыли. 433 на 271. И выставляем это здесь. Переходим в YouTube. И как взять ссылку. Вот смотрите. Если вы возьмете прямо в строке браузера ссылку на ролик, у вас ничего не получится. Он не будет отображаться. Вам нужно пройти вот ниже ролика поделиться. Потом HTML код. И вот здесь вот, смотрите, где начинаются вот кавычки. Перед ним начинаете копировать ссылку. Идет это на данный видеоролик. То есть, вот смотрите. Начинается вот SRK равенство кавычки. И вот копирую всю ссылку до следующих кавычек. Копируем. Идем в программу. Stage. И соответственно здесь, между одиноких кавычек, выставляете свою ссылку. Идем в браузер. И видно, что вот стенка у нас левая. Наш ролик тут нормально встал. Видно его отсюда. Так, ну прежде чем мы сейчас заполним другие с вами стенки нашими роликами, да, давайте все-таки выстроим кнопочки, к помощи которых мы сможем управлять кубом и вращать его. Итак, выделяем все наши кнопочки. И давайте их расположим. Сразу давайте выровняем центр. Я тут особо стараться не буду. Просто вам показать, а вы у себя выровняйте их как надо. Итак, идем в папку с кодом. У каждой кнопки разный код. И я для вас их пометил как кнопка 1, 2, 3, 4. Открываем кнопку 1. И копируем весь этот код. Выделяем нашу первую кнопку. Именно вот она первая, вот с левого края, да. Тут она у нас третья, это не важно. Напротив нее кликаем. И выбираем действие по клик. Верхняя позиция. И вставляем сюда. Закрываем. Все. Это наша кнопочка. Мы назначили ей действие поворот куба, да. На определенное расстояние. Идем дальше в код. Кнопка 2. Копируем. Выделяем вторую кнопку. Напротив нее кликаем. Выбираем клик. То есть аналогичное действие проделан для всех кнопок. Кнопка 3. И последняя кнопка 4. Давайте перейдем в браузер и посмотрим, что у нас получается. Я обновил страницу и у нас все прекрасно получается. Только в данном случае ролик у нас почему-то вылез за рамки. Видимо я неправильно указал его размер. Но самое главное, у нас все с вами работает. И на нашей кнопочке также можно повесить пальчик, да. Выделяем сразу наши все кнопки с зажатым шифтом. Направляющая нам не нужна. И ставим пальчик. Теперь давайте проверим размеры. Почему ролик больше. Сначала смотрим ректенгл. У него 433 на 271. У меня стоит 470. 433. Обновляем браузер. И наш ролик прекрасно встал. Видно, да вам? У нас он работает. Все нормально. Давайте заполним другие стенки. Наше дно давайте сделаем черное. Так, мне кажется, будет лучше. Его все равно не видно, но... Как в примере. Что мы делаем дальше? Идем в Stage. Смотрите, чтобы вставить второе видео на вторую стенку, мы прямо отсюда копируем код. Отступаем немножко. И вставляем его же. Только мы сейчас вот здесь заменим название другого ректенгла. И, соответственно, другая ссылка. То есть первый ректенгл мы заняли. Выделяем название второго. Аккуратненько между кавычечек удаляем. И меняем здесь ссылку на какой-то другой видеоролик. Также я беру какой-то другой ролик. И вставляю его здесь. И вот, чтобы вам не запутаться, есть один нюанс. Сейчас я вставлял ссылки на ролики, не находясь в своем, как бы, канале, в своем аккаунте. То есть, когда, если вы берете свои ролики, и вы залогинены в YouTube, то ссылка имеет другой вид. Сейчас вам покажу, какая. Вот, смотрите, запомнили, как выглядит ссылка, да? Это если я не авторизован и не мое видео. И вот, смотрите, то же самое видео. Я сейчас зашел под своим аккаунтом. Вот HTML-код. Вот начинается ссылка. Здесь ссылка немножко другая. Она заканчивается вот так вот. REL равенство и 0. То есть, вот это все уже не нужно будет. Видите? Вот, другая ссылка. Давайте скопируем ее. Я вставлю ниже. Смотрите, чтобы вам ее показать. Вот до сюда у нас идет одинаковая ссылка. А дальше идентификатор, смотрите, идет разный. Вот, чтобы вы не запутались. Вот так вот REL со знаком равенства. Ссылка, если вы авторизованы, да? И берете, например, ролик со своего канала. Вот, чтобы вы не запутались. Давайте ее и вставим. И проверим, что действительно она работает. Обновляем страницу в браузере. Теперь у нас встал вот два ролика. Вот первый. Проигрывается. А вот второй. Так, у нас еще осталось с вами две стенки. И здесь, я думаю, уже у вас не составит труда. Копируем, значит, еще раз для уже третьей стенки наш код. Пока закрываем. Берем третий. Название третьей стенки. Идем опять в Stage. Меняем здесь. Ну, ссылку на видеоролик я оставляю пока ту. Вы ставите свою, как хотите. Закрываем. Обновляем браузер. И у нас теперь три стенки. Просто два ролика у меня одинаковых. Поэтому я не стал заморачиваться. Ну и по аналогии вы уже сможете вставить последнюю стенку. Вот сюда. Чтобы наш 3D-куб был закончен. Ну, а я вам вместо ролика сейчас сюда покажу, как вставить, если вы хотите вставить фотографию сюда какую-то. Вот смотрите. Вот здесь у нас имеется, как я уже говорил, 4 стенки. Дно и потолок. Здесь, вот в этом контейнере Subcube не должно быть лишних элементов. Соответственно, у нас остается последний Rectangle 3. Если вы сюда забрасываете какую-то фотографию, вы действительно ее помещаете вот сюда в последний, а Rectangle удаляете. Итак, я закинул сюда картинку. И давайте посмотрим, что у нас получится в браузере. И вот смотрим, как будто бы все хорошо. Но, видите, что получается? У нас происходит вот такой вот разброс. И одна все-таки не заполняется. Вот имейте в виду, что лишних элементов быть не должно. Соответственно, последний Rectangle мы отсюда просто удаляем. Вот еще раз повторюсь. Здесь все строго, да? У нас имеется потолок, дно и 4 стенки. Никаких лишних элементов. Если вы все заменяете фотографиями, то у вас должно быть 4 фотографии, а все Rectangle должны быть удалены. И когда мы сделали все правильно, обновляем страницу, у нас все стенки прекрасно заполнены. Все хорошо. Надеюсь, урок был вам полезен. Он был вам понятен. Теперь вы можете этот 3D Cube где угодно разместить. На лендинге, в Adobe News, на любом сайте и так далее. Увидимся в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok